Всем доброе утречко! Я сегодня зашла вот в эту комнату, такая посмотрела. Слушайте, классный стол. Днём он совершенно по-другому выглядит. Вот на камеру она отсвечивает вот тут, а вот тут как раз наоборот самое такое красивое место, которое отсвечивает. Слушайте, прям здорово, очень мне нравится. У нас нет тут штор, Сергей не хочет вешать штору. Ему так нравится. И вот не могу закрыть, чтобы не отбликивал, но вообще симпатично выглядит, очень здорово. Тебе нравится, Сережа? Тебе нравится стол? Угу. Ну вообще отлично получилось. Муравьишки теперь там стоят. А Сергей сейчас ездил в семейный магнит. Четыре пакета продуктов взял. Самое обидное, знаете, что он поехал в семейный магнит специально, чтобы использовать купон на скидку, 25% у нас был. И стоя на кассе, он его просто забыл дать. Представляете, могли бы сэкономить, он тут купил тысяч, наверное, на пять. Могли бы сэкономить тысячу рублей и просто случайно забыл. Он его держал в руках. Он, когда уже пробил все это, мужичек вылез, к нему подошла там консультант и говорит, а что же вы купон не пробили? И он такой смотрит, а он на него в руках. А он действительно не пробил. Говорит, я так расстроился в тот момент. Но я бы тоже расстроилась, знаете, тысячу рублей просто могла бы сэкономиться. Ну ладно, ничего страшного бывает. Раз в жизни у всех бывает что-нибудь похоже. Главное, все живы-здоровы. Так, смотрите, достала продукты. Покажу, что Сергей купил. Купил сыра. Вот три упаковки. Раз, два, три. Яйца, лаваш, хлеб тостерный. Три упаковки сливочного масла вот такого. Один сыр вот такой сливочный. Это для роллов обычно мы используем. Ну и в принципе бутерброд, красная рыбка с авокадой я тоже таким сыром делаю. Творог президент 9%. Ни разу такой не пробовали. Попробуем. Кетчуп взял. Сгущенное молоко. Мюсли две упаковки. Это, что это, сейчас скажу, суповой набор с виной. Это для лапы. Вот такие вот салфеточки обычные. Молоко вкуснотею. Молоко вот такое обычное. Две упаковки кукурузных хлопьев. Сметанка. Еще одна упаковка салфеток. И сахар. И вот столько много красной рыбки. На все про все он потратил 5027 рублей. Ну, конечно, здесь самое дорогое. Это рыба. Стоит она 1849 рублей. Знаете, очень обидно то, что он мог 1000 рублей сэкономить. А мы еще всегда, когда знаем, что идем с этим купоном на скидку 25%, мы в основном берем специально вещи, которые по белым ценникам. То есть сметану без скидки, даже вот здесь стоит рядом со скидкой, мы берем по белому ценнику, потому что выгоднее выходит. То есть на все будет скидка 25%. А он набрал и в итоге просто забыл. А знаете, почему забыл? А забыл он, потому что у него садился телефон. И он боялся не успеть оплатить. А у него оплата всегда с телефона. И значит, быстрее, быстрее, раз оплатил, а просто вот купон этот держал в руках. Я говорю, к нему подошла, ну, как кассир или как его назвать, в общем, продавец, консультант. И говорит, а что вы купон мне-то не использовали? А он его в руках держал, вылетел из головы. Ну, ладно, бывает, в общем. Просто он специально, я говорю, семейный магнит поехал для того, чтобы использовать этот купон. И вот так вот получилось. Такая вот неприятная ситуация. Ну, ничего, будет уроком. Телефон надо на ночь заряжать, а не ходить с разряженным. Вот и всё. Так-то особо и ничего не взял такого, чтобы вот поесть. Вчера я закупку делала на заказ. Там курица буду готовить. А тут вот из съестного только рыбка, хлеб, масло. Ну, творог тоже мы едим. А так это, ну, даже на неделю-то не хватит. А вот ещё пакет. Целый пакет куриных голов. Взял лапу вроде их, начала хорошо есть. Так что он взял ещё раз. Они очень противно выглядят. Я вот их в пакетик сложила, даже боюсь открывать, показывать. Ну, а теперь, пока я это всё не убрала, я беру приборчик и быстренько сканирую перед тем, как всё это разложить в холодильник. Это приборчик, кто не знает, для сканирования продуктов. Я сканирую все продукты, которые мы покупаем. За это нам платят 300 рублей в месяц. Такая, знаете, смешная сумма по сравнению с тем, что сейчас просто Сергей тысячу рублей оставил в магазине. А я вот 300 рублей в месяц зарабатываю. Ладно. Но это не сложно делается, это быстро делается, потому что штрих-код цена, штрих-код цена пикается. Здесь вот такой вот сканер. И им всё нужно отсканировать. Это мне, знаете, выходит, 3 месяца надо сканировать, чтобы восстановить ту тысячу рублей, которую Сергей сейчас просто оставил в магазине. А, я, кстати, не тот магнит отметила. О, нет, вот этот мне магнит нужен. Да. Мне, когда я показываю каждый раз этот приборчик, многие пишут, зачем это всё, 300 рублей в месяц, это очень мало. На самом деле, вот эта вся экономия наша, и то, что мы можем совершать какие-то большие покупки, она складывается вот из-за этой маленькой экономии. Мы там копим 300 рублей, там 300 рублей, там 1000, там 2000. А в месяц набирается уже довольно приличная сумма. И если какой-то есть дополнительный заработок, мы никогда его не упускаем. Мы всё сделаем для того, чтобы как можно больше денег накопить, заработать, везде искать какие-то дополнительные заработки. Я ни в коем случае этого не стесняюсь и не, ну, ой, я там за 300 рублей, нет, я не буду это делать. Я с удовольствием беру любую дополнительную работу. В этой компании ГФК можно ещё приглашать людей. И я много раз вас приглашала, и многие мне благодарны, до сих пор сканируют. Я прям с удовольствием сканирую, сколько уже выходит, 5 лет, 5 лет сканирую продукты, я уже привыкла к этому. И сканирую постоянно. И другие люди, которые также сканируют, некоторые даже детям это дают. То есть, ребёнок 300 рублей в месяц заработает, он просто счастлив. Я Никите давала несколько раз, и он пару месяцев даже сканировал. Я ему прям 300 рублей платила, отдавала. У него был стимул, но потом ему надоело. Теперь я опять сканирую сама. И за приглашение людей тоже платят денежку. То есть, вы можете приглашать тоже людей к сканированию. Но там не всех берут. Им нужны определённые критерии отбора. В общем, если вы приглашаете людей, то вам тоже за это будет денежка. В любом случае, это тоже дополнительный доход. И он не такой сложный, как кажется. И за 300 рублей в месяц я могу посканировать. Тем более, там дополнительные плюшки. Там ежегодно ещё 1000 рублей присылают, там что-то ещё. И вот так вот, по чуть-чуть, по чуть-чуть, а складывается хорошая сумма. Кстати, не обязательно сканировать вот таким прибором. Можно зарегистрироваться на мобильное приложение и сканировать с помощью телефона. Но вот у меня такой приборчик. Я им привыкла уже сканировать. Так вот, каждый стрелькод пик. Потом количество пишу, цену и следующий товар. Я сейчас с утречка поеду и отправлю посылочку с футболочкой, которую я вам уже показывала. С бабочкой. А ещё сейчас Никиту повезу в школу. Сегодня ему в 10.50. О, как светло. Так, я вышла проверить самокат. О, лапа. О, что такое? Сразу пробежала. Вышла проверить самокат, заряжен он или нет. Вроде все палочки есть. Свежий, заряженный. Так, значит, сегодня на самокате поедем. Нету лап, я не к тебе вышла. Сиди. У нас сегодня погода хорошая, но прохладно. Всё, в Благограде всё холоднее и холоднее становится. Опять, небо какое красивое. Вроде и тучи. Такие большие. Но с солнышком. Ой, да ты хвостиком виляешь. Эти же молодец такая. Да. Чё ждёшь? Чё тебе дать? Погладить тебя? Ну, выпросил, выпросил. Поглажь тебя. Ну, мой маленький. Лапочку. Не, давай. Давай, давай. Холодает, и я теперь... Вот Миша сегодня куртку другую надела, потеплее. Вот это просто тоненькая витровочка. Я ему сегодня другую куртку осенненную надела. Никитка в школу отправила. Теперь еду на почту. В общем, отвезла Никиту, съездила на почту. Хотела получить посылку. У меня там две посылки пришли. Одна тяжёлая, одна лёгкая. И я хотела одну лёгкую получить, а казалось, что я её уже получала. Вот как раз в последний раз. Но извещение только вчера принесли. В общем, странно, потому что работает. Хотела сказать из всего пути, знаете, что самое сложное для меня было? Вот через эту дверь перетащить самокат. Это реально очень сложно. Я сейчас... Да, что ты от меня хочешь? В общем, я сейчас еле-еле через эту дверь его перетащила. Он, самокат, очень тяжёлый, а тут очень высоко. И там высоко. То есть порожек такой, надо его вверх поднять, тут ещё протиснуться. Это очень неудобно. Надо что-то срочно придумывать, вот тут что-то подкладывать, чтобы это было, в общем, намного проще. Вот именно это я имела в виду, когда сказалось тяжело с коляской. Это я, знаете, на автомате сказала, нет, я не беременная, мы не ждём пополнения. Я на автомате сказала, потому что у нас и Стёпа на велосипеде ещё вот на вот этом ездит. И с ним тяжело будет, то есть надо сначала велосипед перенести. И там перед дверью ещё дополнительный затон. Тут у нас вот эта вот песочница. Вот, видите, там песочница. И вот из-за неё надо сразу ещё свернуть. Из-за того, что надо сразу ещё свернуть, и дополнительная неудобность, в общем, нужно срочно с этим что-то придумывать. Хотели заходить дальше вот в ту калитку, потому что в калитке было удобней, а не в этой двери. Но сейчас она там закрыта у нас. Я сейчас постирала бельё, развешу, и хочу сегодня сделать большое дело, перебрать Стёпину вещи, потому что вещи я уже просто в коробке пихаю, они туда не помещаются, но там половина вещей, которые мы уже малы. Давно я, кстати, не перебирала вещи Степана. Вот он у нас как-то рос резко, быстро-быстро-быстро, а последний год он не так быстро рос, и вот, наверное, я целый год... Последний раз я ему вещи перебирала, вот когда мы сюда заехали. Я перебрала, оставила то, что он носит, и всё. Почти год я ему вещи не перебирала. Вот сейчас надо перебрать, из многих он уже вырос, и, наверное, кому-нибудь отдам. У меня есть, например, кому отдать, чьей у меня очень много. Детей я пока больше не планирую. А если планирует, то, надеюсь, на девочка, а не на мальчика. Но нет, я пока детей не планирую. Вот, пупоны постирали, видите, она вся запуталась. Кто-то там писал в комментариях, когда он ещё носил эту пупону, что мы новую купили. Нет, мы новую не покупали, просто когда он однажды спал, мы аккуратно сняли, я ночью постирала со всеми вещами эту пупону, и в стиральной машине прям хорошо простирнула, и она стала чистая. Она не новая была. Вот это всё та же пупона. На всякий случай оставили. Вообще, надеюсь, она нам больше не пригодится. Вещи в сушильной машине пока не сушу, потому что они сейчас быстро сохнут, и так у нас тут тепло. Но зимой я точно буду сушить в сушильной машине. Я в сушильной машине сушу ещё постельное бельё периодически, когда мне нужно, вот я хочу его сразу, например, заправить. Я его постирала, высушила и сразу заправляю. Не нужно ничего ждать, это очень удобно. Но вот сейчас, пока у нас тут тепло, на такой сушилке обычной, напольной, очень быстро всё сохнет. Вот сейчас я бельё стирала, и серое стирала, и голубое сюда кинула, и даже вот кофту Сергея вот эту вот кинула, футболку. И когда я вот так кидаю, разные вещи разных цветов, то использую салфетки для стишки, которые я вчера показывала, сразу заказала. Но вообще они в фикс-прайсе продаются, они везде продаются, салфетки поглотителей цвета. И тогда, если вещь какая-то линяет, или, ну, вот такая грязь сильная, она эта салфетка всё впитывает, и препятствует тому, что это оседает на других вещах. То есть вот эта линька, она предотвращается. Очень удобные салфетки, я редко ими пользуюсь, но я просто редко стираю, когда не по цветам. Кстати, хотела показать плед, я вот положила, который вчера с Василька пришёл. И знаете что? Вот он потрясающий, он очень мягкий, он очень красивый. Но мне не нравится, как он сюда встал по цвету. Мне кажется, он сюда не идёт. Вот даже зелёный плед, у нас такой же тут лежал, он тут лучше смотрелся, чем этот. Очень мне нравится этот плед, ну, не знаю, вроде он какой-то нейтральный, он должен ко всему подходить, такой бледно-бежевый, но что-то мне не нравится, я не пойму. То ли потому что, вот у меня ящики тут серые, с таким бирюзовым нежным цветом, а тут... Хотя не знаю, в общем, пишите в комментариях, подходит он по цвету или не подходит. Сам плед очень мне нравится. А что-то в интерьере, мне просто, наверное, тот плед, который тут лежал у нас, мне больше нравился. Вот у нас, сейчас покажу, вот такой плед лежал зелёный, вот, вот такой зелёный плед, я его иногда кладу, и вот этот вот плед, вот этот плед, он потрясающе смотрится, и он по цвету, знаете, вот тут тоже такой цвет бирюзовый есть, коричневый, зелёненький, синенький, он больше подходит к интерьеру комнаты. А этот чё-то как-то не подходит. Я шторки специально закрыла, когда стояла, я там вся засвеченная была. Ну вот так он выглядит. Слушайте, чё-чё я придумала, я выключила камеру и надумала. У меня же Андрей попросил ему такой же плед заказать, я, наверное, ему этот просто подарю. Сейчас. И всё. Раз он мне тут не сел, не лёг. Тут, ну, правда, я не знаю, смотрю, но куда? Да, вот как-то он не так смотрится. То ли он с серым не сочетается, то ли со стеной не сочетается. Я не пойму, в чём дело. Я, наверное, Андрею этот плед и подарю. А он попросил точно такой же. Слушайте, ну вот я поменяла на другой плед. Это тоже с Василька, с любимого плед. Тоже называется также плюш-велюр. Этому пледу у нас уже больше года точно. Не помню, по-моему, даже года два ему. Он такой зелёненький. Вот он мне тут больше нравится, как он выглядит по цвету. Всё-таки он как-то вот, не знаю, смотрите, он лучше тут выглядит, чем тот плед. Я его тоже использую, когда вот другой плед у меня в стирке, я этот плед кладу. Этот мне больше нравится. Наверное, его я оставлю. Я просто хотела, знаете, к осени какой-нибудь такой тёпленький оттенок, какой-нибудь бежевый или оранжевый сюда положить. Но не подошло. Не подошло по цвету. Котик пришёл. Он тут спит. Вот он спит либо тут, либо на кресле у Сергея. Да, ложись, ложись. Ложись, коты. Эй, хороший кот. Мне нравится этот плед тоже по цвету, потому что он не ярко-зелёный, а такой приглушённый, симпатичный. Сколько раз я его стирала, я не знаю, миллиард, наверное, он всё равно в отличном состоянии остался. Да, он, конечно, уже не такой про мягкий-мягкий, как был раньше. И вот тут вот с изнанки вот эти вот, они были мягкие-мягкие, они немного скатались, но всё равно он отлично выглядит. Вот, смотрите, салфетка для стирки вот эта. Она осталась не для стирки, а поглотитель цвета. Она осталась практически белой. Значит, я могла вообще с этими вещами её не класть, потому что нет никаких вещей, которые бы полиняли. А бывает, вот я её достаю, а она прям какая-нибудь синяя, или зелёная, или серая, знаете, прям как будто чернющая. Вот тогда я точно знаю, что не зря я её положила. Вот. А здесь вот все вещи были такие, белые, серые, синие, голубые, но они все не линяющие. Вот, смотрите, нашла на сушильной машине салфетку. Она тоже была такая же белая. Вот какая она стала. Это я не помню уже, если честно, что стирала, но, в общем, что-то чёрное с синим, наверное, может быть, джинсы какие-нибудь новые. Вот такого цвета становятся салфетки после стирки, если они поглощают цвет от одежды, которая линяет сильно. Но это вот другая фирма. Это у меня что-то там Доктор Холм, или что-то такое было. А это вот вчера показала, тоже не помню название. Если честно, на фирму не смотрю, мне главное, чтобы она цвет поглощала. Кстати, вот штанина, которую я вчера отстирывала от краски, высохла почти штанина, не видно этого пятна. Я вот посмотрела, везде пятна нет. Но когда штанина была ещё мокрая, пятно было видно. То есть я его не смогла отстирать, но вот сейчас высохло, не видно. Я очень рада, что оно не осталось. Я сегодня вышиваю двух котиков, которые вчера хотела вышить, но вчера я уже не успела, вышила только полотенце. В общем, будет у меня два котика. Рисунок получился плотный, даже вот немножко изгибается. Но я для котиков ещё и другой стабилизатор использую. Несмотря на то, что он дороже, он мне меньше нравится, я его не могу полностью отодрать. Но на коте это не страшно, потому что он будет внутри, и изнанку этого изделия не видно. Такой стабилизатор. Он просто отрывается, знаете как? Вот у него волокна вот так идут, и он так же отрывается. А в эту сторону оторвать невозможно, он прям с нитками вырывается. Поэтому я его до конца не отрываю. Можно его отрезать аккуратно по контуру рисунка и оставлять. Ничего с ним не случится, он там не мешает, но именно в игрушках он подходит. А тот, который я использую для футболочек, у меня вот этот, он рвётся во все стороны. Он мне более удобный, хотя вот этот стоит дороже. Но я больше такой не заказываю. Это не остаток. Я его использую только на котике. У меня же теперь тут новый стол. Я теперь на этот новый стол готовые изделия складываю. Никак у меня не заберут вот это полотенчико. Что-то не пишут два полотенца одинаковых. И теперь вот такое вот тут полотенчико тоже будет ждать, когда я доделаю остальное. Всё это вместе отправлю. Южик такой классный. Вообще мне очень нравится. Такая девочка милашка симпатичная. Там на полотенце отличный рисунок получился. Села сейчас монтировать влог. Сижу за ноутбуком, за новым столом в своём любимом вот этом вот креслице. В новой футболочке с котиком. В общем, опять читаю комментарии. Обычно перед тем, как сажусь монтировать видео, открываю канал и читаю комментарии. Тоже хотела сейчас на некоторые ответить в видео. Очень многие пишут, что Настя само спокойствие. Настя, как у тебя хватает терпения и так далее. На самом деле я неспокойная. Ну просто я не снимаю эти моменты в видео, но я очень эмоциональная. И могу запросто и закричать, и воскликнуть. И, например, если я что-то удивительное увижу, я не просто там сделаю. Я могу заразать. Ааа, вот это да, классно! Я вообще сама по себе очень эмоциональная. Я неспокойная. И я понимаю, что на видео сложно это показать, потому что, ну вот, я снимаю, беру камеру, я снимаю то, что я говорю. У меня нет в этот момент таких каких-то таких моментов, которые могут, ну, со стороны меня показать. Поэтому все-таки, когда вы смотрите видео, не стоит смотреть и думать, что вот только так у меня бывает, а по-другому не бывает. Нет, у меня бывает по-разному. Настроение, эмоции бывают. Я могу и закричать на Сергея, и на детей. Но я очень вспыльчивая. Сергею это не нравится. То, что я иногда кричу. Он говорит, Настя, ну пожалуйста, потише. Не то, чтобы кричу там агрессивно как-то, а просто я иногда что-то могу говорить. Говорит, Настя, можешь потише? Вот он с этим моим характером мирится. Я с какими-то его вещами мирюсь. То есть мы просто привыкли уже к друг другу, и мы знаем, каким мы есть. Ну, жизнь она такая. Не бывает идеальных людей, но нет таких. Так, Серёжка тут какие-то танцы с бубнами вытворяет у нас. Распродажа, подходи! Да, вы покупаете виноград, молитая! Бабушка Лида пришла, привела Никитку из школы. И ещё, представляете, посадила нам ирисы. Там во дворе красивые, синенькие ирисы. А что показать? Там просто маленький кустик, там даже его не видно. Ты же сейчас показала, что что-то тут вести с полей, ты скажешь. Ну это там в Инстаграме ничего не понятно. А, Сергей в Инстаграм сейчас снимает. А ещё вот такие вот весы, да, заказали бабушке. Ставили батарейку. Ты ты на зон, да, тоже купил? О, смотрите, какой смешной нарисован лучок. Да, ставится чашка. Или капелька. Вот сейчас. Кому виноград? Виноградик папушка Лида будет продавать, да? Мама хочет продать виноград. Это винограда, как всегда у нас. Опять много, есть некого. Вино? Вино сделала я уже. Держи. Да. Вино сделала. Вы тоже делаете вино? Я в этом году сделала. А, я думала только дедушка у нас вино делает. Вот ты чашку поставила, да? А тут уже 200 грамм. Чтоб людей как бы не обмануть, нажимая уж вот на зеро, он обнулился. Ага. Понятно? Например, тебе нужно без чашки взвесить. На зеро нажала? Ага. Чашку потеряла, когда свою вставишь в другую чашку. Ну, я поняла. Пакет класса. Свера это обнулить. Ага. Понятно. Все? Мне непонятно совсем с литрами, что ты там еще раз повтори. Вот, Моди. Ну, это что означает? Моди, это значит, вот ты переключила на миллилитры. Не знаю, зачем это. А еще на литр с граммами не совпадает же. Поэтому нет. А что переключить на граммы еще раз? Да, да. Вот, Г написано. Это грамма. То есть, ее же эту кнопку вторично нажали. Вот две кнопки, да. Ну, все, понятно. Все. Насколько эти, интересно, действуют? Батарейки? Батарейки. Ну, чтобы экономить батарейки, можно кнопку включения нажать. А так автоотключение через две минуты. Забирай. Распишись. У нас весы года два, я ни разу там батарейку не меняла. Так что она долго действует. А вам зачем весы? А я взвешиваю посылки свои каждый раз перед отправкой. Там же от веса зависит стоимость. Все, ну пойдем. Да и в рецепты я тоже часто по весу делаю всякие пироги, торты там тоже по весу. А не кухонные же так и называются. А где она? Что ты в этом грязном поедешь? Вот так вот, в балбасской одежде? Мне так нравятся эти штаны. И его... Олег Николаевна говорит, что некрасивый. Держись, Сережа, косточка тепленькая. А почему ты не носишь? А вот еще доставка нам пришла из Леруа Мерлен. Пришли две двери. Одна дверь будет вот тут. И вторая вот с той стороны, вот там. Дверное полотно называется. Надо сделать коробку, покрасить, врезать замок и надеть на петлю. По поводу ирисов. Помните, я весной показывала как-то ирисы, шла по улице, и там такие красивые-красивые синие ирисы. Нет, не синие, белые. Они белые, с голубой каеночкой. С синий каеночкой такой. Очень необычный. Очень необычный. И вот наконец-то у соседки. Да, Лидия Николаевна попросила соседки. Вот сейчас выкопали. Один кустик мне посадили, а один на даче Лидия Николаевна понесла. До свидания. Я тогда весной, когда снимала этот куст, у соседей очень-очень их много. Прям они разрослись вокруг другого куста. И я когда снимала, я тогда сказала, что я таких в жизни никогда не видела красивых ирисов. И Лидия Николаевна то видео посмотрела. Говорит, Настя, я тоже таких не видела, какие они красивые. И вот она когда к нам шла, она там постучала в соседки. И они договорились, что осенью Лидия Николаевна придёт и копнёт парочку штук, посадит. И в общем, осень настала. И Лидия Николаевна вот наконец-таки пошла. Говорит, я осуществила свою мечту. Очень она хотела такие ирисы. Потому что мы, правда, никогда таких не видели. Они прям белые-белые с такой синей-голубой каёмочкой. Очень красивые. А мне кто-то в комментариях написал, что наоборот только такие видели. Но это вот не синие ирисы, а именно белые. Очень красивые. В общем, теперь у меня тоже тут на участке есть такой кустик. Но мы эти цветы, наверное, потом будем всё равно все пересаживать. Какие-то другие места. Потому что участок у нас ещё не распланирован. Будем потом планировать и будем пересаживать. А ещё нам надо вот эти помидоры теперь выкапывать. Ботва торчит же. Что с ней делать? Я смотрю, надо вот эти вот помидоры нам отсюда теперь выкорчёвывать. А ещё пока сейчас снимала видео с весами, обратила внимание, что у меня очень много летней обуви стоит в коридоре. Надо её тоже уже убирать. Как бы уже не лето. И навряд ли мы теперь будем носить сандалии. Надо всё это убрать. В общем, ещё забот прибавилось. Но я сейчас влог монтирую. Сейчас замонтирую влог. Я даже за два дня сегодня замонтировала. И тогда завтра не буду влог монтировать. Зато завтра буду как раз-таки обувью заниматься. Сейчас, наверное, не буду это делать. Там всё в кучу у нас валяется. Сейчас у нас к вечеру Сергею стало плохо. У него очень высокая температура сейчас поднялась. Лежит. Говорит, голова сильно болит. Она вообще давно не болела. Ну, даже тут нынь. Включил, да? Молодец. Телевизор включая. Со Стёпой там вверху играла. Он начинает визжать от радости. Кричать. А Сергей говорит, уведи его. Ради бога, что голова взорвётся. Очень у него болит голова. Сейчас, Стёп, включу тебя мультик. Сейчас, Стёп, включу. Уже в 8 вечера. Мы в 8 вечера включаем мультики. Дети мои смотрят пару мультиков. Ну, обычно до 9 сможет. И потом уже собираемся спать. Сегодня вот решила пораньше включить. И пораньше их спать уложила. Всё-таки такое дело. Что-то прям Сергею прям очень нехорошо там лежит. Я температуру мы измерила таким пикающим градусником. А он у нас в последнее время... Ну, что ты кричишь, что это громко? А он у нас в последнее время всё-таки неправильно показывает. Показывает меньше. Ну, чем выше температура, тем точнее он показывает. Вот так вот. А если низкая температура, он может вообще аж на градус неправильно показать. То есть, например, 36,6, он показывает 35,6. А когда высокая прям температура, как он 39,4, он там погрешность в одну десятую просто даёт. Но в любом случае я не знаю, какая у него точная температура. Серёжка засолил рыбу. Она тут в воде у него отмачивалась. Вот ещё кусочек. Прям такие большие кусочки рыбки. Мы будем кушать. Он начал их сливать, что-то слил. И потом, говорит, голова болит. Пошёл отдыхать. Мы сегодня, в общем, решили все мультики вечером посмотреть вот по этой книжечке. У нас есть книжка. Вот мы будем смотреть мультики по очереди. По этой книжечке. Там их всего, по-моему, 10. Да, дельфинчики танцуют. Там их четыре. А Стёпа тут свои картины раскидал. Красивые. Да? Их нельзя собирать. Стёпе не нравится, когда их собираешь. Он их аккуратно разложил. Да? Да. Следующий мультик. Прям здравствуйте. Никитка включила там песенку. Ну, Никит, ну выключи, а она сейчас тут будет на телевизоре. И споёшь. Субтитры сделал DimaTorzok